Доброе утро, мои дорогие! Опять денёчек хороший такой. Даня уже сидит, работает. Саша поехала на работу тоже до вечера. Я сходила с собакой погуляла. Но не стала одной тоже снимать. Мальчик покакал, пописал, всё хорошо. Пришёл, покушал. Всё нормально, как и должно быть. Звонил Витя. Разобрался он, дай бог ему здоровья, там со светом. Короче говоря, он даже нашёл, где у меня лежат там все вот эти счета за свет, он даже нашёл бумажку, на которой я написала показания счётчиков. Они говорят, что это я неправильно подала. Нет. Он им отвёз эту бумажку, там написано было число. Он им отвёз и сказал, что это вы неправильно насчитали тут. Всё, дураков ищите, с кого бы денег содрать. Ну, в общем, короче, всё решил. Ну, они, конечно, свою вину не признали, естественно. Кто ж признается-то? Ну, в общем, ладно. Он говорит, всё, договорились, приедешь, сходишь, оплатишь. Вот. И это уже радует. Потому что вроде вот не переживаю, да, я понимаю, что, ну, я же, у меня ни цех, ни завод, я не могла за месяц нажечь там. Причём разные мне суммы называются, понимаете? В СМСках пишут 35 тысяч, звонят, говорят, 31 тысяча. Ну, идиотизм какой-то. Но всё равно неприятно, да, вот это оно внутри свербит и свербит чего-то. Вот. Ну, а сейчас всё, я успокоилась, всё нормально. Вот. Ну, а так чего? Сейчас что-нибудь надо поесть, приготовить. Ну, в общем, короче, начинаем новый день. О, позвонила сейчас Саша. Вернётся с работы. У них там какая-то авария. С водой. Так что сегодня у неё ещё будет один выходной. Во, это уже интересней. Куда-нибудь съездим. Меня это очень радует. Это у нас Даня так работает. По-английски разговаривает с клиентами. Он у нас очень умный мальчик. А я видео выкладываю. Тоже работаю. Вот сейчас поговорил из Дании. Он, оказывается, работает с индусами и с Нидерландами. Ну, с голландцами. Вот. Поэтому он по-английски с ними и разговаривает. Я говорю, будешь ещё разговаривать? Спроси, как у них там обстановка, говорят, вообще живопа в Индии с коронавирусом. Он говорит, ладно, спрошу. Вот так, пока собаке нельзя, кошка ест. У неё корм кончился. И она, видите, что делает. А он ждёт, когда ему скажут. Ты милый ты мой. Скажи. А не стресс. Муша, типа не кусает же её? Нет, типа не. Он улыбается. Смотри. Вот корчемистка, типа, его, как бы. А подожди, вот сейчас, может, ты разрешишь? Может, он её и это. Сидит ведь, терпит, ждёт. Что? Ну, а сыпь ты ей отдельно. Насыпь. Ну, шо это издевательство? Можно. Ага, можно. Тут вон можно, старшая. Ах, нет. Вот это да, ребят. Кошка. Кошку тебе дай есть. Кс-кс-кс. Тайгуша. Тайгуша, ты обнаглелась, девушка. Ты маленькая. Маленькая, обижает, объедает. Т-т-т-т-т-т. Кошку тебе дай есть, пойдём. Она такая. Что-то как-то. Что-то как-то. Понравилось, видишь? Ширает, короче, собачий корм. Чужое питание всегда вкусней. Ну, вот как? Ну, как чужой. Вот. Можно, миленькая. Т-т-т-т. Вот так вот мы валяемся. Таскаем эту лежанку по всей комнате, куда хотим. Вот так вот. Вытряхиваем подушку оттуда. И вот так вот лежим. Ну, посмотри. Она уже ему мала стала. Ну, у нас ещё одна есть, ещё большая. А, вы же две брали. Вот так вот. Вот так вот и лежим. Да. Да. Гонял мячик, гонял, бегал. Теперь отдыхает, лежит. Вот так вот. Он, когда вырастет, у него вот эта пасть будет такая прямо улыбка. У него и сейчас улыбку видно. Эй. Ну. Ой, ну надо же, кошка в миску залезла, а он смотрит на неё. И это ты, бойцовая собака? Другой бы уже голову откусил. Да. А ты смотрел, как она из твоей миски ест. Да. Ай. А это на своём любимом месте развалясь. Он же понимает, что ты старшая, что ты кошка. Да. Не трогает тебя. А ты безобразница такая. Ой, какой сегодня денёк чудесный. Через окно-то прямо на балконе аж пригревает. А открываешь окно, ветерочек поддувает. Но всё равно прям солнышко, прям небо чисто. Ай, какая красотища. А меня вот эта дама в окне гипсовая, прям как красная тряпка на быка действует. Я так хочу сделать такую голову с косами и ещё хочу серьги ей повесить. Приеду домой, сделаю. Прям вот хочется. Не знаю, зачем она мне, но хочется сделать. Ещё ей можно приделать корзинку на голову. Ну, опять же, из цемента и сделать в нём кашпо. Потому что в голове у меня уже кашпо есть. Ладно, приеду, сделаю. Сейчас хотим с Сашей доехать на улицу Народную. Сэконд хэнд. Ой, извините. На солнышке чихаю. Посмотреть, давно я там не была с зимы. Посмотреть, что там новенького. Сейчас у нас Даня поедет там за закупкой продовольствия. Свою поездку. И нас завезёт. Нравится мне вот это здание. Девочки, тут Народная 15. Обалденный секонд хэнд. Практически всё новое. Я нашла шорты. Не знаю, влезу я в них. Нет. Ральф Лорен. Американские. В общем, короче говоря. Вот и батюшки мои. Кошки и всякие. Ну, тут очень сильно играет музыка. И боюсь я попасть под авторские права. Всё, мы едем домой. Дома какие интересные. Вот вам питерский закат. Солнышко в стёклах отражается. Так, у нас эксперимент. Хотим попробовать кормить их одновременно. Она уже у него в миске. Данте, да, скажи, ну что за дела? Нет, нет. Так, Данте. Понятно. Не выдержит. Не выдержал. Даже разрешение не дождался. Так. Ага. Это у него белые уши. У него это самое. Это тоже, да. Чтоб форму держали. Сейчас интересно, он поест. Не полезет в миску? Кто такой? Что ты? Ага, ага. Данте? Вот так. Так. Вот так. Нет, не получится кормить их вместе. Нет, он же вечно голодный. Он растёт. Ты что? Ещё есть. Так, он тебя ещё и даёт. Ещё. Он уже попробовал у неё вот этот влажный корм. Понятно. Нет, думали будут вместе есть. Нет. Так. 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 Что, всё, да? Не получится у нас вас так подружить хотя бы. Глянь, ей корм больше понравился собачий. А ему, видимо, её. Ох, ребята, как с вами сложно, гляньте, свой не ест. Да. Это проблема. Угу. Ну что, лапоньки мои, купила я себе вот такие шорты. А я вам сказала, Америка, да? Италия, Ральф Лорен. Вот. Абсолютно новые. Сильно мятые. Ну, я их постираю, естественно, сейчас. Вот. Ну и купила ещё... Не скажу, чего. Ну, вот шорты очень хорошие. Очень качественные. Горошек. Не короткие. Прям такие. На меня очень сложно купить вот такие аксессуары, скажем так. Вот. И за последние года все бюстгальтеры, которые я покупала, я покупала именно в этом секонд-хенде. Размер у меня уююй. И тяжело купить. Вот. А цены... Вы прекрасно знаете, какие сейчас цены на ту же Меловицу. Просто вообще, ну, дорого. Дорого. Полторы тысячи. Вот это вот. Ну что это? Вот. А это я купила, там всё абсолютно новое, вот, практически. Там есть несколько рядов, ну, ношеной одежды. Но мы даже туда и не ходили, вот. А в таких вот, в огромных сетчатых, не знаю, как сказать это, в ёмкостях всё только новое. Саша купила себе двое джинс, вот какие искала. Не зауженные книзу, а прямые. И купила, господи, ну, как она называется? Ну, кофта с капюшоном. Чёрного цвета, сзади золотом там рисунок. Но ей рисунок не нравится. Я говорю, а что-то он сзади. Ты его не видишь. Вот. Очень хорошая, качественная вещь. Вот. Так что очень хорошая. Это секонд-хенд просто. Вова в Питере. Дерьмо. Вот честно. Мурманский лучше. А вот этот на народный, ну, вот, я как-то больше таких не знаю. Ну, потому что я же не езжу, не знамо куда. Вот. А это вот мои шорты с кармашками сзади, с пуговками. Всё как положено. Ну, Италия есть Италия. Так что очень я довольна. Немного, но всё нужное и качественное. Набирать тряпья мне некуда, потому что у меня его и так навалом. А вот шорты проблема. В Крыму они очень там дорогие. На рынках я не покупаю. Я люблю фирменные вещи. Вот. И хлопок я люблю. Поэтому вот очень рада. Одни шорты, но хорошие, новые. И лифт новый. И прям по размеру мне очень хорошо. Вот. Девчонки говорят, приходите в начале мая. Будет новое поступление. И с такой же 40-процентной скидкой. Так что прям красота. Время позднее, а я всё ковыряюсь. Надо вот ещё шарфика собрать, кончики. Один. Так что, мои дорогие, давайте с вами прощаться до завтра. Завтра будет новый день и что-то будет новое. Очень меня огорчает, что мало комментариев совсем. Очень мало просмотров. Вот очень... Знаете, что для меня странно? Я уезжаю из Мурманска и сразу падают просмотры. Получается так, что меня больше всего смотрят, пока я в Мурманске. Хотя, в общем-то, снимаю-то то же самое. Те же магазины хожу в Питере. Ну, вроде бы и Питер, да? Ну, почему-то вот не знаю. Ну, по 500 просмотров. Ну, это что вообще? И совсем комментариев нет. Значит, наверное, нечего спрашивать, нечего комментировать, что ли, да? Не знаю. Ну, ладно. Ладно, мои золотые. Давайте до завтра. Пусть у вас всё будет хорошо. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть ничего у вас не болит. Ладно? Ну, я надеюсь, завтра увидимся. Давайте я вас целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. Я сейчас пойду ещё с собакой на ночь глядеть, погуляю. Пока-пока, мои хорошие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»